Короче, потоком идут, идут, идут и не кончаются. В этот раз, конечно, обстановка совсем другая. В этот раз и салют, и оркестр, чуть ли не весь город пришел встречать своих мужей, отцов, детей, участников спецоперации. По словам очевидцев, это порядка 400 человек. Многие из них еще в феврале уехали на фронт и только сейчас впервые едут домой в долгожданный отпуск до декабря. Вот так Рубцовск встречает своих бойцов. В то же время в Рубцовске продолжают помогать тем, кто сейчас находится на фронте. Накануне из города отправили пять тепловизоров. В боевых условиях это в своем роде глаза. Тепловизоры помогают видеть людей в условиях плохой видимости и ночью. Деньги собирали всем миром. Сдача специальной военной операции требует наличия современного оборудования. Например, ночные прицелы, тепловизоры, квадрокоптеры и другое оборудование. Благодаря вашей отзывчивости и сплоченности у нас появился маникуляр с тепловизором, что существенно облегчило сдачу ночного наблюдения. Сегодня сбор помощи продолжается по всему региону. Волонтеры отправили на фронты в места обучения мобилизованных уже несколько машин. Также общественники встречаются с военнослужащими, чтобы формировать актуальный список необходимой помощи. Напомним, в Край сбором занимается несколько сообществ, например, Добрая Воля-22. Ее легко найти в телеграм-канале. Также в Барнауле открыты пункты сбора в каждом районе. Их адреса можно увидеть на городском сайте. Ирина Корчагина, День с толком.